Всем привет! Вы на канале XAWRage и в этом ролике я хотел бы вам рассказать, во что можно поиграть на Xbox Series X, Xbox Series S и на обычных Xbox One по геймпассу. Недавно, 10 ноября, я взял себе Xbox Series X, это старшая моделька, и у меня уже есть распаковка с первыми впечатлениями на канале. Поэтому, ребят, кто еще не смотрел, переходите по ссылочке и приятного просмотра. После того, как я запустил приставочку и обновил ее от 1 терабайта, осталось где-то, по-моему, 825 гигабайт памяти. И я такой, ну, вроде бы, ладно, что уж там, не 500, и на том спасибо, сейчас что-нибудь скачаем. Начал я шерстить, где бы взять подешевле геймпасс. Оказалось, что за 160 рублей можно на 10, по-моему, или на 14 дней на платиру купить Ultimate плюс обычный геймпасс. Ну, в общем, можно играть и по сети, и также игры качать. Это не реклама платиру, просто, ну, реально дешево, и, ну, не раз уже там брал, и никаких проблем не было. Значит, я взял за 160 рублей, думаю, ну, возьму на опробу, сейчас попробуем. Захожу, значит, в геймпасс, там, ну, как обычно, дофига различных игр, свыше 100, и там есть игры как и от Xbox Original, так и от Xbox 360, так и от Xbox One. Также есть улучшенные версии игр для Xbox Series X и S, они помечены специальным значком. Их не так много, но все-таки они есть. В общем, скачал я около 30 игр, ну, плюс-минус, и практически всю память забил. В общем, протестил я половину из того, что уже скачал. Я уже успел поиграть в Gears 5. Все так же круто, как и на обычном Xbox One X, если играешь. Ну, да, там разрешение чуть повыше, быстрее загрузки осуществляются, но не скажу, кстати, что в Gears 5 прям быстро это все прогружается. Ну, на фоне других игр тут надо подождать около минуты, по-моему, либо полминуты. Ну, есть, подольше загружается игра, графика стала еще краше, разрешение подтянули, фреймрейт стал стабильным, то есть быстрые загрузки, все круто работает. Да, посмотрел, в принципе, все замечательно, классно. Рекомендую поиграть в Gears 5, если не играли, это прикольная стрелялка. Ну, не дотягивает, конечно же, я много раз уже говорил до трилогии оригинальной, которую делал Клифи Би, но тем не менее, Gears 5 есть, и она улучшена для Xbox Series X и S, имея специальный значок. Так что качайте, пробуйте, игрушка, в принципе, нормальная. Также я скачал игрушку Hollow Knight, это одна из лучших метроидваний на текущем поколении консолей, ну, на Xbox One, которая была и на PS4, еще выходила на Nintendo Switch. Там издание, по-моему, называется «Издание сердца», то есть это со всеми дополнениями, которые выходили на нее. Игра очень классная, я там наиграл уже где-то порядка, может, 5 часов. Мне очень нравится, у нее классный антураж и атмосфера. Нарисована очень красивая игруха, поэтому кому нравится жанр метроидвания, поиграйте обязательно, смело качайте. Отличная, шикарная вещь, художественная сторона игры на 5 с плюсом. Скачал также Doom Eternal, посмотрел, как он работает, и работает он, надо сказать, на Xbox Series X отлично. Быстрые загрузки, шустро работает, там 60, наверное, FPS, а то, может быть, и даже больше. Разумеется, 4К разрешение, графика отлично, это, наверное, один из самых красивых шутеров на данный момент. Чтобы заценить приставку, то есть поиграйте, потому что сейчас не так-то много игр с отличной графикой на Xbox Series X. Да, с этим проблема. Да, вышла недавно Valhalla и также есть Watch Dogs Legend, но этих игр просто нету по геймпассу. Из того, что есть по геймпассу, ну, пожалуй, самый красивый это Forza Horizon, Doom Eternal, разумеется, так как игра не так давно выходила, и графика в ней, ну, действительно, отличная. Я не могу сказать, что это прям какая-то шедевральная графика. Нет, она отличная графика, ну, как просто, хорошая. Да, есть игры и с более крутой графикой, но из того, что сейчас есть в геймпассе, это одна из самых таких технологичных игрух, забористых. Там много различного мяса, пушки прокачиваете, играет металл. Забористая фигня, в общем, рекомендую поиграть. Поиграл я также от Xbox Original в игрушку под названием Black. Напомню, что это одна из лучших стрелялок в эпоху PlayStation 2 и оригинального Xbox. Да, здесь 30 FPS, она не работает при 60 кадрах, но изначально просто игра работала в 30 FPS. Да, подтянули разрешение, теперь выглядит довольно-таки симпатично. Убрали мыло, лесенок практически не видно. Сейчас она выглядит примерно как ранее игры на Xbox 360 или на PlayStation 3. Да, конечно же, игра не такая динамичная, как сейчас выходят те же Doom Eternal, там, либо какой-нибудь Call of Duty новый. Но, тем не менее, игрушка стоящая и стоит в нее поиграть. И тем более, если вы любите старые игры и вдруг вы по какой-то причине пропустили эту игру, то рекомендую ознакомиться. Отличный шутер, весит он немного, там, несколько, по-моему, гигабайт, быстро скачаете. Поиграть обязательно, игра стоит потраченного на нее время. Поиграл я также в Forza Horizon 4. И это, ребят, одна из самых сейчас лучших игр, которые есть в Game Pass. Она также, как и Dears 5, работает с улучшениями для Xbox Series X и S. Работала она в честном 4К при 60 FPS. Также, по-моему, там добавили и различные отражения, улучшен свет, HDR. Игрушка вообще грузится моментально. Это одна из лучших аркадных гонок. При том, что она не совсем прям такая аркадная. В ней есть и элементы симуляторов. В плане, когда ты едешь, ну, ты чувствуешь, что вес машины, да, есть. То есть, это не так, как в Need for Speed ты гоняешь, прям, ну, нитроускорители сплошные, да, там, в занос уходишь в поворот. Здесь тоже можно уходить в заносы. Но все-таки она больше приближена к симулятору, нежели серия, допустим, Burnout или тот же Need for Speed. Что касается графики, это одна из самых красивых гоночных игр на данный момент. И, к тому же, она одна из самых разнообразных. Здесь куча транспорта. Также есть смена сезонов. Зима, лето, весна и осень. В общем, отличная игра. Поиграть обязательно. Еще давно на Xbox 360 я проходил замечательную игру Ninja Gaiden 2. Она славилась тогда своей графикой, расшлененкой, боссами. И тут я скачал такое его по геймпассу. Думаю, сейчас посмотрю, как она выглядит. И, ребят, выглядит, надо сказать, офигенно. 4К, 60 FPS минимум, а то и все 120. Я в подробности не вникал, на скольких FPS она работает. Но видно, что очень-очень шустро. Да, добавили, по-моему, еще каких-то эффектов. Ну, то есть, выглядит потрясающе на русском языке. Поэтому, если вы еще по какой-то причине не играли, либо не прошли эту игру. Ребят, стоит ее скачать. Это отличный слэшер. И если даже вот взять все слэшеры, которые выходили за последние 15 лет, то Ninja Gaiden, я думаю, в топ-5 должна точно войти. Это супер проект. И даже сейчас играется бодро. И поиграйте, поиграйте. Хороший игрух. Еще несколько лет назад я проходил замечательную игрушку Ori Blind Forest на Xbox One. И она мне очень понравилась. Это потрясающая история с отменной графикой, с элементами Метра Двани. И она местами даже трогательная игра с потрясающей музыкой. В общем, это одна из лучших игр на Xbox One, которую я проходил. И смотрю, что есть уже новая часть Ori Wild Wisps. Но я в нее толком еще не играл. Я только немножечко скачал. И что меня удивило и порадовало, что там есть два режима. Режим 6К и 60 FPS. И второй режим 120 FPS при разрешении 4К. Ну, у меня телевизор не поддерживает 120 FPS. Поэтому я выбрал 6К, 60 FPS. И 6К у меня тоже не поддерживает. У меня телек максимум 4К выдает. Я думаю, ну, фиг с ним. Поставил этот режим. Графика, ребят, вообще балдеж. Я набегал всего 10 минут. Ну, так как времени особо еще не было. Я по чуть-чуть, по чуть-чуть во все поиграл. Но игра прям радует глаз. Отличный платформер. Я думаю, не хуже, чем первая часть. По оценкам я смотрел. Она примерно такие же. И получила средний балл где-то в районе 8,5-9 баллов. Такое же, как и получила оценку, как и первая часть. И 100% буду в это играть. И я думаю, что я ее обязательно пройду. Не пропустите эту игру. Качайте, покупайте. И играйте в этот потрясающий платформер. А вот игрушка, которая меня удивила. Называется Турист. Я что-то мало про нее слышал. Ну, как-то мимо меня она прошла. И запустил я ее и прифигел. Классная графика. Большой остров. Ты там можешь с жителями подходить общаться. Можешь плавать. Можешь прыгать. Можешь какие-то монетки собирать. Выглядит забавно. И она такая полуконструктор. То есть, такое ощущение, что как будто ты из кубиков все сделано. Забавная игра. И я знаю, что в ней будут и боссы. Я в роликах видел. И какие-то подземелья. И платформенные уровни. Там, где надо будет прыгать по различным балкам. Ну, то есть, все как будто в Марио Одиссе. А Марио Одиссе я проходил. Мне довольно-таки понравилась игра. И захотелось турист тоже поиграть. Если вам нравится такое, скачайте, попробуйте. Возможно, вам тоже понравится. Ну, вот и все игры, которые я играю сейчас по Game Pass на Xbox Series X. Да, возможно, с вашим мнением что-то тут не совпали. Игры какие-то. Потому что, ну, сколько людей, столько и мнений. В следующем ролике я уже хочу снять игры по обратной совместимости. С Xbox Original погоняем. С Xbox One. С Xbox 360. Посмотрим, идут ли они с какими-то улучшениями. Либо вообще нет улучшений. Ну, то есть, погоняем. Посмотрим. Ролик выйдет уже совсем скоро на канале. Если вам понравилось это видео, ребят, поставьте, пожалуйста, лайк. Также подписывайтесь на канал, если по какой-то причине еще не сделали этого. Ну, и нажимайте на колокольчик, чтобы знать, когда выходят мои новые ролики. А также пишите ваши комментарии. Я буду на них на все отвечать. Ну, а с вами был, как всегда, канал AxlRH. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok